Если становится читаемым из-за того, что идиоты там ставят сериалы. Кто же уже? Я просто как издатель, я прекрасно знаю. Выходит сериал на экран, и продажа достоевства увеличивается многократно. Вот так. А если обратный процесс, какая-нибудь там Лена Мирона, например, то есть абсолютно полная бездарность, как писатель, именно благодаря своей личности в блоге, она продает книги, они не становятся бесцельными. При том, что как писатель не представляет человеку себя вообще ничего. Ниже пьет. Ну вот зачем ты там об этом говоришь? Это тем, что, вот вы говорили о кризисе литературе, и вы сдали с комментариями, что меньше... Я не в литературе. В литературе кризиса нет. Люди читают, они просто уходят на другие, вот на другую форму, забыл с бумажного листа, они переходят на планшет, там, или на экран. Все равно книжку хочется как-то дожать, так или иначе. Может быть, стоит именно как писатель самим начать больше пиариться, больше своей личности? Да нет, это дело, понимаете? Не дело писателя, как коробейника, ходить с коробейником, с самим товаром, вы говорите, а вот, пожалуйста, а я вот такую я тут сделал, а вот возьмите меня, только купите друг друга, я такое сделал, там. Ну что это такое? Представьте себе фигуру. Это чудовищно. Павел, можно? Вот я просто сейчас, да, так, как бы барышня решил вас добить, да? В хорошем смысле. Просто есть, мне кажется, читатели обучаемые и необучаемые, да? В хорошем смысле. Вот как он поселился. И необучаемый надо впаривать через любую инстанцию. Ему все равно, что впаривать. Мы же говорим, вот здесь народ бумагу, но народ обучаемый, который готов видеть и лечить на каждом, то есть высказываемый. И поэтому, что мы сейчас будем обсуждать ту публику, которая вообще по барабану все это? Ну, от них идут деньги. Не идут от них, не деньги, это, от них идет глупость, к сожалению. Может, и потому такие книги, кто же не дает читать? Кто же не дает читать? Зайдите в магазин, купите, кто не дает читать? Потому что нет пиара соответствующих. Подождите, но они воспринимают какой-то, как вы говорите, рекламу глупой книги и глупого автора как чистую монету. Ну и зачем это? Что это за литки такие? Не понимаю. Как большинство, к сожалению. Так я про это и говорю, что вот у той аудитории, на которую я рассчитываю как издателя, это другая аудитория. Ну их же меньше. Ну да, это издатель меньше. Одно дело, что вы как автор хотите, чтобы ваши знали уныли, а другое дело, что как издатель... Подождите, но ведь это же совершенно нормальная ситуация. Так было всегда. Когда Лев Николаевич Толстой писал свои великолепные романы, он был далеко не самым покупаемым автором на свете. То есть там был такой, забыл, как он, про Вань Кукая написал еще про что-то. Там были настоящие тиражи, там по 30, по 40 тысяч, до той поры это ровные тиражи. На ярмарках продавались. А Лев Николаевич там выходил, там 2000-3000 тираж, там как его книжек. Это было нормально. Мы говорим сейчас не о принципе, но остаемся совершенно все равно в итоге. Но слынет это как пена, как навоз, конечно, это уйдет, как со временем. И люди эти, так сказать, наевшись этим навозом, они другого все равно читать не будут. Они не будут читать другого. Что им не дойти в руку? Мне скажут, фу, как сложно. Фу, у меня там что-то клинит от этого. Ну и все, зачем? Книгу, как купят, и не писатели, будет деньги на то, чтобы издавать под подъем. Я хотел бы, чтобы книга попадала по адресу тому, кому она адресована. А не просто вот как случайный там придаток в сумочку еще какой-то там мадам за, так сказать, эквивалент какой-то в рублях. Вы были, это знаете, как тренеры по теннису, например, в бюро бездарности детей богатеньких родителей, которые никогда не попадут на униблдон, но... Вы специалист в маркетинге? Нет. Ну, так о чем вы тогда, вы бы, специалист в маркетинге, во что бы то ни было продать все, что угодно. У меня нет такой задачи, во что бы то ни было продать все, что угодно. Ну, а на что, тогда что тебе дать? Ну? Скажите, пожалуйста, на что жить? Вы видите своего читателя, или вы просто пишете то, что вам хочется написать? Ну, я немножечко об этом уже сказал. Да, вот его в том, что у меня есть как бы первый круг людей, мнений, у которых я доверяю, в первую очередь мои друзья и знакомые. И вот я вот вижу вот это вот читатель, а других не вижу. То есть я, когда я что-то делаю, я вот ориентируюсь на них, на их там реакцию, на их мнение. Мы часто там, так случилось, что просто многие из них там тоже сами, как бы писатель, там Саша Сыкатский, философ, там и тоже писатель, там Сережа Носов, тоже прекрасный писатель. И так далее. Мы часто собираемся там в гостях друг у друга, там, я не знаю, за чашечкой или за рюмочкой мы там ведем всякие разговоры, выговариваем там планы какие-то друг друга. Что-то там, какие-то диалоги даже, которые в голове крутятся, которые ты хочешь дать своим героям, не афишируя там, пробуешь на них. То есть вот эти какие-то идеи тоже там оспариваются или нет, и вот все это потом переходит. И вот это, в принципе, вот, это читатели, которых я вижу перед своими гладами, а других нет. Если вот они принимают, что сделано, для меня это важно, потому что я, собственно говоря, на это и рассчитываю. Потому что, ну, как-то просто читатель, это что-то такое абстрактное, ну, как-то представить, как представить читателя, что это такое? А вы в том, что вы кому-то это пишете или пишете то, что хочется просто? Нет, пишется это, естественно, то, что ты хочешь сказать, но ведь это надо сделать так, чтобы это при этом еще оказалось и искусством, чтобы это был, здесь был, ну, момент художественного, как бы, и, потому что это же не просто высказывание там наблюдателя, зрителя. То есть мы делаем, делаем такую вещь, которую вдруг, когда выпускаешь из рук, она продолжает жить сама по себе, вот, без, отстраненная от автора. Если в ней есть вот этот элемент дополнительной жизни, то есть то художественное, что туда предложили, значит, она будет жить, нет, значит, не будет. Ну, у меня не было опыта, опыта работы с художественным кинематографом. Я одно время работал с Василием Пичевым, такой, если помнить, был, режиссером «Маленькую веру» снял, а потом документалистик он ушел. И, значит, мы вместе с ним затеял там четырехсерийный такой фильм о терроре и терроризме, как феномене вообще. И он попросил меня, чтобы вот типа там голос современник, как бы такой, да, вот вообще вот мы выбрали с ним несколько там эпизодов, событий или фигуры какие-то, вот. И мне нужно было написать такие вот эссе, которые он бы вот использовал как такой элемент настройки тоже в себя на, как бы на тему, на взгляд. Ну, ну, и вот был такой опыт, я сделал там, что-то 18, наверное, таких вот эссе, часть из них потом в качестве там голоса за кадром были там запущены, часть просто как бы нигде. Ну, и вот некоторые из них были опубликованы в книжке «Действующие модели Ады». Я тоже, как бы, выпускал такую книгу, и там вот как раз вот часть тех эссе, которые были написаны в совместной, наверное, работе вот как бы над этим документальным фильмом, они там опубликованы. А что касается художественной какой-то вот, так сказать, версии… Видите ли вы, допустим, бом-бом на пленке? Ну, если там отрезать какие-то сюжетные ходы, потому что роман целиком нигде, потому что все-таки это разное искусство. Искусство кино, искусство литературы разное, там у них разные, они по разным законам живут, кино искусство синтетическое, там помимо, значит, вот там, там слово не живет, там есть диалог, а авторская речь, что делать с авторской речью? Голосом за кадром, нет, это никогда не получится передать. Поэтому там, конечно, должен работать сценарист, должен отрезать какие-то вещи, которые есть в тексте. Но, в принципе, мне кажется, бом-бом мог бы быть таким, если там убрать что-то лишнее. И вот, и отсюда, скажем, одну норову под названием «Потела», мне кажется, очень даже можно было бы экранизировать, и прекрасно получилось бы «Пусту лица», мне кажется. Ну, вообще, поскольку у меня не было опыта такой работы, я просто, может быть, обращаюсь, потому что, может быть, постиглись бы сплошные разочарования. Потому что, скажем, я издатели сделали несколько аудиокниг по романам, я, честно говоря, мне не понравилось, потому что вроде бы все там хорошо, и артист читает, то есть хорошо он поставлен голос, его учили, декламация, музыка подобрана, там все хорошо. Но вот я чувствую, там, он неправильно интонирует, у меня прочтение было другое, ну, там и бом-бом, кстати, тоже в главной версии существует, и мне вот кажется, что это вот не так, у меня автор, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это уже читательское прочтение, может быть, и читатель так прочитывает, иначе, как бы, ставил акцент, иначе, да, вот этот текст интонирую, но с моим авторским это не совпадало, и у меня, в общем, такое небольшое зачарование, в смысле того, в кино вполне возможно, даже наверняка, там, я думаю, будет так же. Если себя, допустим, если взять тот же бом-бом, видите, в качестве со-сценариста или сценариста вот именно этого произведения, этого художественного фильма? Нет, нет, я прекрасно понимаю, что это совершенно другая профессия, киносценарий, это совершенно другая профессия, там, надо, этому надо заново учиться, то есть, грубо говоря, зачем мне осваивать новую профессию, если у меня там уже одна есть, есть специально обученные люди, я мог бы там, в качестве, там, как-то, хотя кто бы тогда мне уже прислушивался, если бы я отказался, там, сам бы делать сценарий, понятное дело, но если, так сказать, довериться кому-то, то, может, ну, сам бы, сам бы я делать не стал. Ну, разочарования здесь много, вот, скажем, у хорошего, у меня тоже знакомого, у Лива и Шова, там, вот, по танкисту или белому типу Шахназара поставил кино, ну, в общем, книга-то поглавнее будет, в принципе, конечно, вот, то есть, вот, здесь, здесь, такие разочарования, я думаю, так сказать, писатели часто ожидать. То есть, тут все, в общем, все спит палка до конца, потому что хорошую вещь кинематограф может испортить, а если плохой, может сделать как раз конфетку, поэтому здесь вот, нет, потому что это просто другой, другой вид искусства, да, вот, и лучше бы, лучше всего бы вообще кинематограф писал бы сам для себя, наставил бы эти бредни с экранизациями и работал бы сам на себя, вот, ну, писал сценарий оригинальный, не с ним оригинальный сценарий, меня вот, вот, режиссерское кино, в том, входит, режиссерский театр, в этом смысле, страшно, вот, разочаровывал, почему, скажем, надо ставить Шекспира как-то, да, у Гамлета, почему Гамлета надо ставить на глыбу, там, льда, там, да, или еще что-то, потому что решай какие-то свои режиссерские задачи. Если ты хочешь что-то, ну, напиши пьесу, найди пьесу какую-то современную, которая отвечает, да, зачем ты это делаешь, знаете, если, если Островский уже все для тебя написал, все уже по репутам и сделал, зачем тебе все это переначивать, обрубать, ставить с ног на голову, там, рядить во что-то и так далее. Островского в Императорском театре звали «Наш Божийка», потому что он действительно был для актеров и для театра Бог, он все создал, глянь, он все написал, уже все, все сделал. А вот сейчас существует юрисерский театр, который все может выкинуть, может дописать, может переодеть актеру в черное два что там, и добавить в свои реплики, найти какие-то там акценты и сказать, оба, на, вот, дивитесь, какое я, как я самовыразился, меня это страшно раздражает. Ну и что? Зачем он это делает? Не знаю. Ну вот я не знаю, никто не знает, зачем он это делает, там все написано, как, чтобы вывести. Ну зачем он это делает? Ну закажи, закажи какому-нибудь драматологу, современному пьесу, изложи, что ты хочешь, чтобы в ней было, если ты там режиссер, большой или велик. Если он хочет то же самое, только чтобы гаврид был на глубине, да. Ну то же самое, только с крыломатрами пуговицы, причем он это знает. Согласитесь, современную пьесу можно написать, она может быть очень здоровой, а может быть отвратительной. Может быть. Классика, без прогреша практически. Вот это и дурно, что на костях классика, ты отплясываешь то, что интересно тебе, но не интересно совершенно этому человеку, который все написал, он написал иначе. И репахи иначе как бы расставил, и там и так далее акцент. Ну это мы сейчас как бы тоже в сторону немножечко ушли, просто разговаривали о литературе и кинематографе, здесь как бы, конечно, театр тоже, конечно, напрашивается. Бессюрский. Вот такая история. Поскольку во времени писали текстовые книги, первого года, второе, любимое ваше произведение, и третье произведение, которое на вас очень сильно повеяло, ну так сказать, было для вас вот это открытие, по поводу последнего, что значит, сильно повлияло и открытие. Таких книг вообще много, и вы что-то имеете в виду из последнего? Это уже за последний год, да. Не то, что за последний год, а вообще за вашу всю жизнь не хватит ни пальцев на руках, ничего. Я прочитал такое огромное количество прекрасных книг, если сейчас... Вот, но вообще, это пока дать по порядку тогда, да. Да, потрясло за отлупину души, можно сказать. Была у меня одна знакомая девушка, которую я увидела и потряслась. Ну, витальные силы из нас уходят, и раньше, мне скажем, на роман хватало где-то там года с отвлечением. Понятно, что это не чистое время написания, потому что мы занимаемся чем-то не занимаемся в это время, там, и рыбалками, там, и, так сказать, и прогулками, и безобразиями всякими. Вот, и при этом одновременно пишется, пишется роман. Вот Сережа Носов, о котором я говорил, прекрасный писатель, мой товарищ, у него постоянно там дома пока был маленький ребенок, у него там, он лежит на диване, вот, а ребенок подходит, папа что-то лежит на диване, а мама его вводит, не мешай, папа работает, потому что папа там лежит на диване, но он работает, с ним уговорит, прокручивается книга, которую надо потом реализовать и выложить. Ну, значит, вначале там где-то год, может быть, с небольшим, потом там полтора года, ну, сейчас, в принципе, у меня там полтора-два года вот на книгу уходят, с тем, что я попухнут, там делал массу, там, всех других вещей, там есть, там, работа, есть отвлечение, есть, там, путешествия, есть, там, жуки мои любимые, там, да, вот, там какие-то... Два года это только написание текста или с выходом книги? Нет, с выходом книги, конечно. Два года, еще раз говорю, что это не чистое время написали, но что два года проходит, и какими-то урывками пишется что-то, и за два года складывается книжка, да, вот. Сам текст сколько вообще пишется? Ну, я этого никогда не буду... Там, я могу там, скажем, уехать, я не знаю, на Псковщину, там, да, и неделю там работать там по 12 часов, а потом здесь месяц заниматься там выставками, ярмарками, изданиями, там, еще другим, как бы, издательским, и не прикасаться к этому, это не сосчитать в то время, это работа происходит урывками всегда, чистого времени, то есть, там, я не знаю, есть, наверное, такие чудовища, которые там по будильнику встают в 6 утра, там, раскладывают бумагу, раскрывают компьютер, там, и давай там шлепать, шлепать, да, все, полгода обеда, все, пошел классно, да, ну, я не знаю, я с таким не встречался, может, есть какие-то, не знаю. Вот, это что, сколько времени уходит. Потом, значит, про книги, ну, в детстве, в детстве, например, меня до глубины души ранила и потрясла книжка под названием «Детство Теомы», там у ребенка, он, щенок упал в колодец, и он доставал щенка из колодца, я, собственно, не знаю, в моем детстве такая книжка была, она меня потрясла, то есть, я вот, силы искусства, как бы, да, я понял литературу. Ну, и потом, в разном возрасте таких книг было много фолтером, я, в общем, болел фолтером долго, потому что это, конечно, колоссальная фигура, и с учетом, ну, видимо, я вообще довольно большим скепсисом отношусь к...